Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 27 августа. После Октябрьской революции 1917 года российские кинопредприятия еще около двух лет продолжали находиться в частных руках. Большинство их владельцев отрицательно относились к большевикам. В первые дни советской власти они отказывались выдавать камеры и пленку кинооператорам, которые желали запечатлеть для истории революционные события у владельцев частных компаний были другие приоритеты. В одном только 1918 году частные кинофермы поставили около 150 фильмов. Основную массу среди них составляли мистические ленты о торжестве на земле злых сил, любовные мелодрамы, исторические и другие картины. Во время гражданской войны, по мере нарастания голода и разрухи, множество русских кинематографистов покинули Москву и Петроград и переехали на юг страны в Одессу и Крым, откуда нередко эмигрировали на запад, увозя с собой фильмы и съемочную аппаратуру. 27 августа 1919 года был издан декрет Совета народных комиссаров о национализации кинодела. С этого времени вся фото- и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, который возглавлял Анатолий Луначарский. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.